Здравствуйте! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «УнивертВ». 2019 год стучится в дверь, и стук этот уже весьма громкий, ведь осталась всего одна неделя до Нового года. То есть пора бы уже начинать говорить об итогах уходящего 2018 года. Но нет, не получается. Слишком много важного произошло буквально на днях. Итак, сегодня в программе. Посещение президентом Татарстана Рустамом Менихановым университетской поликлиники после реконструкции. На встречу друг другу, вопреки стараниям неких стил, столкнуть Британию с Россией, Лондонская школа экономики и политических наук и Казанский федеральный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Президент России Владимир Путин наградил председателя Русфонда Льва Амбиндера в Кремле. Русфонд очень плотно работает с Казанским федеральным университетом. Визит делегации Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улукбека во главе с ректором Авазжон Марахимовым в Казанский федеральный университет. Ответный визит вежливости или интенсификации развивающихся взаимоотношений? Газпромбанк пожаловал в гости к нам. Здоровье для каждого человека бесценно. Ибо если ты здоров, то тебя живо интересует окружающий мир. Если же со здоровьем проблема, то ты вынужден забыть обо всем и заниматься только своим возникшим недомоганием или заболеванием. И первые шаги в такие моменты мы направляем в сторону поликлиники по месту своего жительства. У сотрудников университета есть возможность выбрать свою поликлинику в составе университетской клиники. Поликлиника на улице Вишневского, дом 2, вошла в состав университета летом 2015 года вместе с РКБ-2 на улице Шмидта и БСМП-2 на улице Ершова. Все это время в поликлинике шла реконструкция. Сложность заключалась в том, что во время ремонтных работ поликлиника не прекращала свою текущую работу по приему пациентов. И это, безусловно, вызывало свой дискомфорт как у пациентов клиники, так и у врачей. И вот к началу декабря строители завершили ход своих работ, и поликлиника наконец-то приобрела состояние современной комфортной университетской клиники. Рустам Мениханов, президент Татарстана, в сопровождении ректора университета Ельшата Гафурова, решил лично проинспектировать результаты столь долгожданной реконструкции. 19 декабря президент Татарстана Рустам Мениханов и ректор КФУ Ельшат Гафуров открыли амбулаторно-поликлиническое подразделение университетской клиники. Поликлиника обслуживает более 40 тысяч жителей. Несмотря на ремонтные работы, поликлиника ни на день не прекращала свои работы, что, безусловно, вызывало неудобства у медицинских работников и пациентов. Сейчас то время позади обновленная университетская клиника КФУ готова с комфортом принимать своих пациентов. Пятиэтажное здание, построенное в 1965 году, перешло на баланс университетской клиники КФУ в 2015 году, когда городское амбулаторно-поликлиническое учреждение номер 2 вошло в состав Казанского университета. Во время капитального ремонта рабочие заменили и усилили все несущие и ограждающие конструкции здания. Полностью заменили системы отопления, вентиляции, кондиционирования, воздуха, электроснабжения. Среди особенностей новой поликлиники, которую продемонстрировали президенту Республики Татарстан, Рустаму Миниханову, уникальные организационные решения по специализированной диагностике, в число которых входит Центр эндоскопической помощи «Эндос» и Центр рентгеновской диагностики «Луч». Здесь заработал современный компьютерный томограф, позволяющий проводить неинвазивные исследования сосудов сердца и виртуальную колоноскопию. Рустаму Миниханову также презентовали мобильное приложение «Универомед КФУ», с помощью которого можно записаться на прием к врачу. Татарстан стал пилотным регионом, где проходит опробация новых методов взаимодействия между университетом, обществом и медицинскими учреждениями. Почти за три года работы университетской клиники КФУ здесь удалось не только сохранить всю систему оказания помощи населению в рамках государственных гарантий, но и внедрить высокотехнологические медицинские разработки. Около 40 тысяч населения города Казани на сегодняшний день прикреплены к нашей поликлинике. Участковая помощь организационная на 21 участке. Поликлиника из себя представляет пять этажей. Концептуально она была построена таким образом, чтобы человек маршрутизирован был достаточно эффективно, сокращал свои потери во времени от момента входа в поликлинику до получения медицинской услуги. Работает электронная очередь, которая позволяет человеку зарегистрироваться дистанционно, либо по мобильному приложению, через интернет, через сайт госуслуг он может записаться, а также может записаться по телефону. Работает маршрутная карта со штрих-кодом, с которой человек может быстро, эффективно узнать свое место в очереди. И если он придет ко времени, назначенному врачом или иным медицинским работом, то, в принципе, практически без какого-либо ожидания он попадает в медицинскую услугу. Здесь появились комфортные залы ожиданий, где пациенты поликлиники могут спокойно ожидать приема врача, отслеживая свою очередь по мониторам. Несмотря на то, что сейчас одновременно в поликлинике прибывает около 350 пациентов, как вы видите, в коридоре нет ни одного человека, ожидающего около двери. Все ожидающие находятся в зоне ожидания, в больших холлах, которые мы демонстрировали ранее. Комната врача приема пациентов выглядит светлой, стерильно чистой и оптимально комфортной. Это первое, что приходит на ум, когда заходишь сюда. Но есть и невидимые глазу обычного обывателя весьма полезные технологические решения. Для пациентов с хроническими заболеваниями, которые не желают находиться в круглосуточном стационаре, работает так называемый дневной стационар. Мы находимся с вами в дневном стационаре. Это подразделение организовано для наших пациентов, тех, кто не заявил желания лечь в круглосуточный стационар и хочет, пребывая дома, приходить на непродолжительный срок от двух до трех часов для прохождения комплексного лечения своих заболеваний. Как правило, здесь находятся люди с хроническими и вновь остро возникшими заболеваниями, которые не требуют высокотехнологичной медицинской помощи. Безусловно, реконструкцией поликлиники коснулась и модернизации медицинского оборудования. С появлением нового оборудования появились и новые технологии, и новые возможности. Мы находимся в эндоскопическом центре, в поликлинике. Здесь работают три врача-эндоскописта, которые имеют наибольший опыт в больнице, в работе в области гибкой эндоскопии. Они выполняют полный спектр гастроколоноскопии, то есть это исследования в области желудочно-кишечного тракта. Основная функция их заключается в том, чтобы предотвратить язвенные, воспалительные и опухолевые процессы в желудочно-кишечном тракте. Они проводят диагностику, а также консультируют еще двое врачей-гастронтерологов, которые дают рекомендации по лечению, по дальнейшему наблюдению. И, в общем-то, таким образом, по принципу одного окна, человек уходит с результатом. Здесь же, в поликлинике, если необходимо, доздать какие-то анализы крови или другие биологические жидкости. Это тоже возможно. В своей работе используем высокоточное современное эндоскопическое оборудование. Приоритетом нашей деятельности является, в первую очередь, безопасность пациента, как инструментальная, так и эпидемиологическая, и весь упор на высокоточную диагностику. За мной находится основная изюминка нашего центра рентгеновских методов диагностики. Это 128-срезовый компьютерный томограф. Очень производительная машина, которая позволяет нам сделать в кратчайшие сроки, практически в течение нескольких секунд, полное трехмерное изображение любого интересующего у нас участка тела человека. Также доступны кардиологические исследования, как я уже говорил. То есть мы можем посмотреть работоспособность сосудов сердца. И любых органов систем, включая органы грудной клетки, брюшной полости. И это позволяет практически моментально человеку получить требуемые исконные ответы на вопросы, в том числе помогать врачу в установлении диагностики. Но помимо расширения возможностей диагностики и лечения для пациентов, в поликлинике проделана большая аналитическая работа по внедрению элементов так называемого бережливого производства. Речь идет об оптимизации организации рабочего места сотрудника, условий его работы. Грамотно организованный рабочий процесс сотрудников в конечном итоге приводит к повышению производительности труда и более качественному результату. Это еще одно организационное решение, на мой взгляд, довольно-таки оригинальное. Медсестрам тоже необходимо улучшать условия, чтобы они не несли никаких потерь при проведении различных процедур, уколы, системы и прочее вмешательства. И мы пошли по принципу на работе как дома. Значит, соответственно, у хозяйки дома главное рабочее место – это кухня. И вот мы по образцу и подобию домашней обстановки сделали рабочие места для медицинских сестер, процедурных, во всех процедурных в нашей поликлинике, такой организации рабочего пространства, где все под рукой. Находясь за таким рабочим местом, где все можно достать, нисходя с одной точки, то есть она стоит на двух ногах и все у нее под рукой. То есть вот таким образом мы достигаем того, чтобы люди как можно больше сохраняли работоспособность, могли без усталости работать всю рабочую смену. Вот если вы можете посмотреть, то, например, даже вот это вот отверстие для отходов, оно прямо под рукой, не нужно никаких открывать специальных каких-то баков или ведер. И фактически сокращает время на то, чтобы подготовить инъекцию или системное вливание. Особую гордость испытывает в поликлинике в отношении нововведения, заимствованного из Японии по одновременному анализу крови несколько пациентов в ходе прохождения ежедневных медосмотров. В ходе проектирования ремонтных работ мы постарались выяснить все узловые моменты, где идет напряженная работа персонала, там, где возникает недовольство людей с тем, как работа организована. И одним из самых напряженных моментов являлась процедура утреннего забора крови, когда люди натощак приходят сдавать анализы. И проанализировав ситуацию, мы поняли, что люди, которые подзадержались с занятием очереди, могут первый прием пищи в день осуществить около двух часов дня. То есть, поэтому было принято решение о том, чтобы увеличить производительность утреннего забора крови. И была поставлена задача, чтобы с 7 до 9 часов вся работа по сбору утренних анализов была окончена. Я думаю, что линьки к полу развиваются замечательно, очень красиво, аккуратно. И, мне кажется, для людей очень удобно. То, что по вызову, то, что там все хорошо организовано. А что же они у вас здоровы? Да, все замечательно. Предельно вежливо, очень компетентно. Ну, как обычно бывает, дома до ремонта не очень хорошо, а после ремонта уже здорово. Вот то, что вот линьк работает, то, что оборудование новое, то, что все это эстетично. И кроме того, что эстетично, еще получается, что облегчение. Вот то, что больной приходит, уже не нужно ему мыхаться, куда-то ходить. Все уже определено. Ему только вовремя прийти и зайти к врачу. А не так, чтобы вот стоишь, там толкаешься. Я давно пришел, а ты еще, тебя еще не было, и всякое такое. Взаимоотношения двух стран. Россия и Британия переживают не самые лучшие времена своих исторических контактов. С другой стороны, бывало и намного хуже. Радует, что университеты двух стран, ученые, продолжают сотрудничество в целях развития науки и образования, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров в столице Британии, Лондоне, подписал соглашение о партнерстве с известной в мире Лондонской школой экономики и политических наук. Партнерство с такой авторитетной, влиятельной и престижной школой мировых политических и финансовых элит безусловно придаст дополнительный импульс для продвижения Казанского федерального университета в глобальных рейтингах научно-образовательного пространства. Договор о сотрудничестве заключили Казанский федеральный университет и Лондонская школа экономики и политических наук. Лондонская школа экономики и политических наук является структурным подразделением Лондонского университета. Лондонский университет обучает более 120 тысяч студентов, объединяет в своей структуре 18 колледжей и 11 институтов. Лондонская школа экономики входит в элитную группу Рассел и Золотой треугольник, ведущих научно-исследовательских университетов Великобритании. Занимает второе место в мире после Гарвардского университета в области общественных наук. 15 из 20 дисциплин входят в топ-10 лучших в мире, в том числе политология третье место, экономика пятое место, журналистика третье место, социальная политика третье место, география третье место и социология четвертое место. Лондонская школа экономики на протяжении многих лет относится к тройке самых престижных университетов Великобритании. Лондонская школа имеет большое влияние в мире политики, бизнеса и права. Выпускниками и преподавателями университета являются 52 бывших и действующих главы государства, 20 членов палаты общин Великобритании и 42 члена палаты лордов. 13 нобелевских лауреатов по экономике, 2 по литературе и 3 лауреата Нобелевской премии мира еще более утяжеляют солидный статус учреждения. Ну и, пожалуй, можно еще добавить, что среди выпускников Лондонской школы экономики больше миллиардеров, чем у любого другого университета Европы. Представитель Лондонской школы экономики и политических наук Льюис Маккинон, который посетил Казанский федеральный университет еще в мае 2018 года, предваряя будущее соглашение, высказался вполне определенно в отношении Казанского университета. Мы делаем вам предложение о сотрудничестве, потому что КФУ действительно хороший университет. И в структуре университета Лондона находится Лондонская школа экономики. Поэтому, встретившись с департаментом международных связей, мы начали работу и продолжили ее. И практически вся работа заключалась в том, что в апреле, и в апреле был первый мониторинг, и мы объявили набор на ту программу, которую бы мы хотели, чтобы шла бы под эгидой Лондонской школы экономики. И второй мониторинг проходил в ноябре этого года. Лондон приезжал сюда, заслушивались не только студенты, прежде всего был мониторинг преподавателей, документов, рабочих программ, планов. Наших студентов смотрели, и нам было очень приятно, когда сказали, что вы соответствуете по качеству. В продолжении майских договоренностей ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров с коллегами посетил Лондонскую школу экономики и политических наук в декабре этого года для подписания соответствующих документов. С момента первой встречи с представителями Лондонского вуза в Институте управления экономикой и финансов КФУ уже началась работа по выходу на международный уровень. Была запущена полностью англоязычная бакалаврская программа экономика и международный бизнес. В этом году ее выбрали 47 студентов. Уже со второго курса студенты получают возможность дистанционно обучаться в Лондонской школе экономики и политических наук. Бакалаврская программа в Великобритании рассчитана на три года. Обучение в КФУ и Лондонской школе проходят параллельно. При успешной сдаче экзаменов студенты на выпуске получают дипломы сразу двух университетов, расширяя свои возможности трудоустройства уже в глобальном контексте. Набор на программы КФУ начинается в 2019 году, с 20 июня. Подать документы можно через социально-образовательную сеть «Буду студентом КФУ». Мы подписали прежде всего договор с колыбелью нобелевских лауреатов. Там преподавали очень известные люди, и я думаю, что часть из этих преподавателей надеемся, что приедет и преподавать к нам. Первое – это очень высокий уровень и качество образования, который будет продолжать даваться. Первая группа, первый набор – 47 человек. Непростой набор. Желающих было очень много. Обучение только платное, но здесь два момента. Помимо балла проходного, совокупности баллов, есть момент знания языка. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, что ребята, которые, кажется, считают, что знают английский, не представляют, как учиться на английском языке. Хотелось, конечно, бы расширить эту цифру. И ректор тоже хочет расширить количество. Мы пока останавливаемся на 50 человек, мечтая, что их будет когда-нибудь 100. То есть вот так. Но не больше, потому что это не погоня за деньгами, это прежде всего соответствие качества. И учиться даже параллельно в Лондоне – это непросто. Помимо подробностей соглашения, ректор КФУ Ильшат Гафуров обсудил со своими британскими коллегами планы по развитию программ академической мобильности и созданию совместных образовательных программ по юриспруденции и информационным технологиям. Во время поездки в Лондон ректор КФУ Ильшат Гафуров также посетил Ассоциацию аудиторов и бухгалтеров ACCA, благодаря сотрудничеству с которой и состоялось партнерство с Лондонской школой экономики. Здесь договорились о создании на базе КФУ Центра глобального профессионального превосходства, научного и образовательного профессионального хаба в области учета и аккаунтинга, аккредитации программ бакалавриата по стандартам ACCA и заключили соглашение о совместных научных исследованиях. В этом уходящем от нас году Нобелевская премия по экономике была присуждена американцу Полу Ромеру за его исследования в области современного экономического роста. Так вот, Пол Ромер убедительно доказал, что экономический рост сегодня зависит от образования и накопления человеческого капитала. Человеческий капитал, в свою очередь, немыслим без создания, развития системы университетов в мире. И поэтому вдвойне приятнее, когда ведущие университеты заключают между собой соглашение по развитию человеческого капитала. Лондонская школа экономики, светочь экономической мысли, воспитавшая 13 нобелевских лауреатов по экономике, заключила соглашение с Казанским федеральным университетом в декабре. Почти каждую передачу мы рассказываем вам о сотрудничестве Казанского федерального университета с благотворительной организацией Росфонд. И вот вновь есть хороший информационный повод для этого. Президент России Владимир Путин вручил государственную премию в области благотворительной деятельности президента Росфонда Льву Амбиндеру. Напомню, Лев Амбиндер – выпускник Казанского университета. А благотворительная организация Росфонд занимается вкупе с другими благотворительными делами и тем, что создает банк данных доноров костного мозга для лечения больных раком крови. В качестве высокотехнологического партнера для определения на генном уровне потенциальных доноров Росфонд выбрал Казанский федеральный университет. Ведь здесь есть и необходимые кадры, и наработанные технологии. Мы можем поздравить Льва Амбиндера с заслуженной наградой и, воспользовавшись данным обстоятельством, лишний раз вернуться к теме сотрудничества КФУ и Росфонда. Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственную премию в размере 2,5 миллионов рублей в области благотворительной деятельности президенту Росфонда Льву Амбиндеру. Часть средств направится на развитие национального регистра доноров костного мозга имени Вася Перевозчикова. Проекта, реализуемого Росфондом совместно с Казанским федеральным университетом. В ФРГ сейчас база из 8 миллионов добровольцев, в США из 9 миллионов, а у нас только в 90 тысяч. Мы предложили Минздраву подключить гражданское общество и развивать регистры с помощью СМИ и НКО, строить инновационные лаборатории на народные пожертвования. Нас пока не поддержали. Тогда мы нашли партнеров в Казанском федеральном университете, одном из старейших в Российской Федерации. Оно принадлежит Министерству образования и науки. В стенах этого университета мы 80 дней назад запустили первую для России инновационную лабораторию. Ее годовая мощность 25 тысяч типирований. Для сравнения, в прошлом году вся страна протипировала 15 тысяч человек. Наша Казань уже снизила вдвое стоимость исследований, подняла качество и скорость до европейских стандартов. Нас поддерживает президент Татарстана Рустам Миниханов, тысячи читателей-коммерсанта, миллионы телезрителей Первого канала и телестанций ВГТРК, компания «Трансуэл». Мы могли бы до 2024 года создать еще в трех федеральных округах подобные регистры и довести за пять лет общероссийскую базу до 300 тысяч человек. Сотрудничество Казанского федерального университета и благотворительной организации Российский фонд помощи началось в 2016 году с проекта по созданию регистра доноров костного мозга. Задача регистра – оказать реальную помощь тяжело больным пациентам в борьбе с раком крови. В 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве. Местом строительства регионального центра стал Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Российский фонд некоторое время назад выбрал Казанский университет в качестве базового учреждения для формирования российского регистра костного мозга. Оборудование, которое сегодня есть в нашем университете, а самое главное – сформированный человеческий капитал, то есть наши ученые, преподаватели, они показали свои возможности для этой работы. В 2017 году в КФУ успешно прошла контроль качества лаборатория типирования доноров по новой технологии МГС, над внедрением которой Росфонд работал весь год. В сентябре 2018 года в Казанском федеральном университете высокотехнологическая лаборатория, первая в России, начала свою работу. Лаборатория специализируется на первичном типировании потенциальных доноров костного мозга. Она оснащена новейшим оборудованием и позволяет ежегодно вносить в базы данных приволжского и национальных регистров доноров костного мозга до 25 тысяч потенциальных доноров. Необходимость такой лаборатории обуславливается тем, что наша страна отстает от других по этому направлению. К примеру, в США 9 миллионов доноров, а в России только 90 тысяч. Сегодня этот национальный регистр состоит полностью из исследований Казанского университета. 4,5 тысячи – это доноры Приволжского регистра, протепированные на высоком разрешении. И 1600 доноров из Петербургского регистра, которые тоже протепированы в Казани на высоком разрешении. В планах создателей – покупка еще одного секвенатора для увеличения производительности этой лаборатории. Тогда, в 2020 году, Казань будет в состоянии типировать до 40 тысяч человек. Это позволит за 5 лет нарастить национальный регистр до 300 тысяч добровольцев. Узбекистан наращивает свои обороты как в экономике, так и в взаимоотношениях со своим огромным северным соседом России. Государственный прагматизм доминирует в Узбекистане. Изучение русского языка вводят в школьную программу. Все больше университетов этой страны начинает сотрудничество российскими вузами. И в этом смысле Казанский федеральный университет имеет свои преимущества. Именно в этом контексте стоит рассматривать визит ректора Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улукбега в Казанский федеральный университет. Напомним, что президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели прорывные переговоры о двусторонних взаимоотношениях совсем недавно в октябре месяце. Строительство первых в Центральной Азии, атомные электростанции, совместное производство оружия, георазведка и даже план создания радиоастрономической лаборатории. Предполагаемые планы сотрудничества превышают объемы экономических связей Узбекистана не то что с соседями, но и с крупнейшими мировыми финансовыми центрами, например, с Францией, США или Германией, и увеличивают отрыв от наступающего на пятки Китая. В составе большой российской делегации были президент Татарстана Рустам Миниханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Что для работы атомной электростанции, что для исследований космоса необходимы соответствующие кадры, а для их воспитания необходима мощная образовательная база. Между тем, георазведка и исследования в астрономии, как нельзя лучше ложаться в логику развития Казанского федерального университета. К тому же ученые Казанского университета совместно с узбекскими коллегами уже принимают участие в совместных публикациях в топовых научных журналах. Между тем, еще недавно, в конце сентября, ректор Ильшат Гафуров подписал ряд совместных соглашений и договоров с узбекскими университетами. Участвовал в открытии Ташкентского офиса Казанского федерального университета. Успехи сотрудничества подтолкнули стороны к продлению и расширению договора. В числе приоритетов совместные образовательные программы, научные исследования, подготовка специалистов по отдельным отраслям для Республики Узбекистан, а также сотрудничество по совместному использованию лабораторий. Это связано еще и с тем, что Узбекистан вкладывает большие средства в модернизацию своих университетов и научных лабораторий, в связи с чем возрастает потребность в квалифицированных научных кадрах, подготовкой которых готов заняться Казанский университет. Число студентов из Узбекистана в Казанском федеральном университете неуклонно росло в последние годы. Большая часть этих студентов выбирает для себя экономическую специальность. Но во время последнего визита Ильшада Гафурова также шел разговор с вузами Узбекистана об обучении студентов и на специальностях естественно-научного направления. В рамках первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном прошла церемония подписания соглашения между КФУ и Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улукбека. Вузы являются партнерами с 2014 года. И в углублении сотрудничества будут реализованы образовательные программы по биологии, медицине, фармацевтике, филологии, лингвистике, нефтегазовых технологий и других областей. Переподготовка и повышение квалификации сотрудников Узбекского университета. Будет открыт образовательный культурный центр Института Каюма Несыри КФУ при Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улукбека. В целях поддержки популяризации и развития русского языка и культуры татарского языка и культуры в Республике Узбекистан. Ректор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улукбека Аважон Марахимов на днях прибыл в Казанский университет в целях продолжения сотрудничества и ознакомления на месте с возможностями дальнейшего партнерства. Аважон Марахимов бывал в Институте управления экономикой и финансов, где учатся большинство студентов из Узбекистана. Встретился со своими земляками, обсудив в том числе и дальнейшие планы молодых людей по окончанию Казанского федерального университета. Гость Узбекистана также принял участие в церемонии открытия после реконструкции поликлиники университетской клиники КФУ. Президент Абдатарстана Рустам Миниханов посетил Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Инженерный институт Казанского федерального университета представил гостю свои возможности совместного сотрудничества в подготовке кадров для университета Узбекистана. Аважон Марахимов и здесь обсудил дальнейшие планы трудоустройства. Со студентами инженерного института после окончания Казанского федерального университета. Вектор приехал с своей командой, но в этот раз он хочет смотреть, что как идет подготовка инженеров в Казанском университете. Хотя понятно, что инженерная подготовка у нас в нашем филиале Челмах еще. Один аспект там есть, это подготовка инженеров для автомобильной промышленности. Здесь по робототехнике и по медицинской инженерии. Вот когда общаюсь с ними, смотря их глаза, понимаете, горят их глаза и желания. Они довольны, довольны тем, что они здесь оказались. Они учатся в Казанском, они довольны тем, что они получают то, что им нужно. И они уверены, что они там завтра найдут достойное место в обществе, в инженерной науке, в прикладной, в фундаментальной науке. Действительно, они есть и будущие наши специальности. На минувшей неделе в Казанском университете обсуждали трудовую миграцию и те нагрузки, которые создает это явление на принимающую сторону. В частности, нагрузки на систему среднего образования, которая оказалась совершенно не готовой к такому явлению, как наплыв учеников со слабым, а то и полным отсутствием знания русского языка, основного языка обучения в отечественной школе. Эти ученики – дети нового поколения трудовых мигрантов из стран Средней Азии, по советского поколения, которое уже не имеет за спиной опыта советской школы с ее всеобщим обучением языку многонационального общения с СССР. Но получив гражданство России или вид на жительство, их дети получают ровно такие же права на среднее образование, что и дети коренных граждан. Школы обязаны их брать, учить, пропускать через систему государственных тестов и экзаменов без всяких поблажек как для таких детей, так и для педагогов, что, разумеется, не может не порождать напряжение. Поводом для разговора стали результаты исследований, проведенных Институтом образования и психологии КФУ среди педагогов Татарстана, работающих в школах со значительным процентом детей-мигрантов в классах. Вряд ли результаты можно назвать сенсационными. Наши педагоги являются частью нашего же общества, достаточно ксенофобного общества, недружелюбного к чужакам, не слишком приветствующих трудовых мигрантов из бывших колониальных окраин. Свыше 60% опрошенных учителей в глубинных опросах допускали некомплементарные высказывания в отношении новообретенных граждан. Сенсация, скорее, заключается в другом, в том, что эти некомплементарные настроения практически не затрагивают самих детей. Учителя в опросах подчеркивали большую старательность и трудолюбие таких детей в сравнении с их коленными сверстниками, а также высокий уровень уважения к педагогам, который, к сожалению, утрачен среди отечественных учеников. Своеобразным продолжением темы мигрантов и их образования стал очередной визит на минувшей неделе в Казанский университет делегации вузов Узбекистана. Новое руководство этой страны начало серию реформ, в том числе и в системе образования. В частности, восстановили всеобщее обучение русскому языку в узбекских школах. Но за четверть века, когда это обучение отсутствовало, были утрачены и учителя, и методики. Собственно, подготовка учителей русского языка для школ Узбекистана и являлась одной из главных тем этих уже регулярных визитов. Надо понимать, что введение русского языка в школу Узбекистана обусловлено вовсе нежеланием снять нагрузку с российских школ, вынужденных обручать детей-мигрантов этому языку с нуля. Соображения узбекских товарищей вполне эгоистичны и рациональны. ВВП этой страны на 30% состоит из переводов, которые делают мигранты, работающие в России. Им необходимо, чтобы эта цифра как минимум не падала, а лучше росла. Для этого жители Узбекистана, отправляющиеся на заработки в Россию, должны стать более конкурентоспособными на российском рынке труда, должны осваивать новые профессии, навыки с более высокими зарплатами и, разумеется, знать язык государства, где они работают. Отсюда инновации в образовательном деле Узбекистана, это введение, помимо русского языка, обучение квалифицированных рабочих профессий, сварщиков, токарей и тому подобное. Надо понимать, Узбекистан готовит новое поколение трудовых мигрантов, которое должно отличаться от привычного нам пока образа бессловесного работяги на непрестижной работе. Узбекистан целенаправленно готовит квалифицированных специалистов, синих вертничков для российского рынка труда. Эти люди придут в ближайшем будущем на этот рынок. Трудовая миграция – это неоднозначное явление. Мигранты создают напряжение в системе образования, создают дополнительные нагрузки на правоохранительную систему. Готовы идти на низкие зарплаты и непрестижные работы, они ломают рынок труда, тем самым способствуют общему снижению уровня зарплат в стране. В конце концов, трудовая миграция из стран бывшего СССР уже меняет этнический облик российских мегаполисов и, разумеется, порождает недовольство у коренных жителей. Но можно ли ее запретить или ослабить? Это тот вопрос, на которого нет однозначного ответа. Дело в том, что миграция в Россию из стран Средней Азии, испытывающих колоссальное внутреннее демографическое давление, стабилизирует эти страны в политическом смысле. Заткни сегодня пробку, через которую выходит демографический пар, и эти страны завтра взорвутся социальными потрясениями и гражданскими войнами. Гуманитарные и политические катастрофы целого региона по сирийскому сценарию – вот та цена запрета на миграцию в Россию из стран Средней Азии. Купировать такие проблемы будет значительно дороже, чем те издержки, которые несет наша страна, принимая мигрантов сегодня. Газпромбанк Газпромбанк пожаловала в Казанский федеральный университет. Репутация и старые наработанные связи, все-таки что ни говори, являются лучшим гарантом будущего надежного сотрудничества. Вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк, в свое время будучи заместителем министра образования и науки, в составе наблюдательного совета КФУ, уже бывала в стенах Казанского университета. И очень хорошо знакома с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. 18 декабря ИТ-лицей Казанского федерального университета посетила делегация акционерного общества «Газпромбанк» во главе с первым вице-президентом «Газпромбанк» Натальей Третьяк. Сопровождал гостей ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Надо сказать, что Наталья Третьяк не в первый раз в Казанском федеральном университете. Будучи заместителем министра образования и науки Российской федерации, Наталья Третьяк входила в состав наблюдательного совета Казанского федерального университета. И именно в этом качестве уже посещала ИТ-лицей университета в 2014 году. Тогда же проходило и заседание наблюдательного совета Казанского федерального университета, в котором участвовал Наталья Третьяк. И сейчас, по прошествии более четырех лет, Наталье Третьяк предоставилась возможность оценить все произошедшие изменения в КФУ и в ИТ-лицее университета в частности. Ученики ИТ-лицея КФУ представили деликации своей разработки. Наталья Третьяк рассматривала все с большим интересом. Гости побывали также и в компьютерных классах ИТ-лицея. После экскурсии они посетили Институт управления экономики и финансов Казанского университета. Переговорной прошла встреча, где обсуждалось возможное сотрудничество между КФУ и акционерным обществом «Газпромбанк». Как отметил ректор университета Ильшат Гафуров, в приоритете стоит строительство многофункционального центра рядом с Институтом экономики и управления финансов КФУ. Также необходимы и места для проведения масштабных конференций и форумов. Нам нужен здесь зал где-то на 400-450 мест. Это значит так, чтобы кто приезжает, и здесь же жили. То есть можно было разделить общежитие гостиницы. Я шаг не в СООО. На две части. В одном для преподавателей, а в другую часть для студентов. Рассматривалось также и строительство кампуса для высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Ильшат Гафуров отметил, что в Иннополисе есть кампус, но за почти 6 лет он так и не начал свою работу. Для Казанского федерального университета он неудобен по ряду причин. Не очень удобно локализуется. То есть, во-первых, не добраться. Преподаватели туда не хотят ехать. Мы там лабораторию разместить тоже не можем, потому что не очень понятно собственность. И мы разрываем технологический процесс. В городе есть один технопарк IT. Он сегодня перегружен. Наталья Третьяк поделилась, что Газпромбанк уже реализовывал удачные проекты в сфере образования. У нас опыт в ряде регионов по строительству детских садов и школ. С вузами у нас несколько сложнее, но мы тоже эту работу начали. Два проекта мы запускаем в одной политике. Я думаю, что точно мы найдем общие интересы в отношении нашего университета. Первый вице-президент акционерного общества Газпромбанк отметил и важность банковского сопровождения. Это комплекс услуг, позволяющих обеспечить контроль целевого расходования денежных средств в рамках исполнения договора. Ректор Ильшат Гафуров говорил о идее создания кампусной карты, которая сможет стать единым студенческим билетом, пропуском в университет и кошельком, на котором обучающимся в КФУ будет поступать стипендия. Такой масштабный проект готов реализовать Газпромбанк. На встрече говорилось и о возможном строительстве научно-образовательного центра на территории университетского планетаря наподобие Сириус. Кроме того, представители Газпромбанка выдвинули предложение по поддержке эндаумент-фонда. Это позволит не только сохранить, но и приумножить сбережения университета. Ведь банк готов содействовать в привлечении пожертвований. Обсудили и научные проекты, организованные Газпромбанком. В качестве домашнего задания специалисты банка взяли на себя вопросы организации встреч отдельных профильных специалистов в медицине, информационных технологиях, инжинирингу беспилотных транспортных средств и в других междисциплинарных областях. Судя по настроению участников совещания, стороны остались удовлетворены итогами переговоров. На этом я прощаюсь с вами. Вы смотрели программу «Контекст» телеканала «Универтв». Всего доброго! С Новым годом! Вел программу Ильдар Каримов. Редактор субтитров А.Семкин